Здравствуйте, я Станислав Кузнецов, приветствую вас на своем канале. Сегодня мы с вами рассмотрим инструмент, который позволяет манипулировать жесткими дисками в операционных системах семейства Windows. Начинает Windows Vista и заканчивая Windows 10. Этот инструмент называется управление дисками. Чтобы его запустить, нужно клацнуть правой кнопкой по меню пуск и запускаем управление дисками. Что мы можем делать с помощью инструмента управления дисками? Во-первых, просматривать информацию, которая у нас о жестком диске. Например, номер диска, режим хранения базовый, какие разделы и размер этих разделов. Пару слов о том, какие режимы хранения бывают. Операционные системы семейства Windows поддерживают два режима хранения. Базовый и динамический. В базовом режиме хранения Windows наносит такую информацию на жесткий диск, которая совместима со всеми остальными операционными системами семейства PC. Например, Linux. Что это означает? Это означает, что мы можем сейчас разбить жесткий диск на разделы в базовом режиме хранения. Потом отключить жесткий диск, подключить к операционной системе с Linux. И Linux эти разделы распознает. Причем распознает их корректно с правильными величинами этих разделов. И наоборот, мы можем из-под Linux разбить, перенести под Windows. И Windows эти разделы распознает. В динамическом же режиме хранения Windows наносит такую информацию, которая несовместима с другими операционными системами семейства PC. Например, с тем же самым Linux. Поэтому мы из-под Windows можем разбить на тома в динамическом режиме. И Linux, и другие операционные системы могут их не увидеть. Зачем же такой режим нужен, спрашивается. Да, если у нас есть, видно, недостаток, потеря совместимости. Режим динамический имеет преимущество. Можно создавать такие виды томов, которые отсутствуют в базовом режиме хранения. Например, расширенный том, который занимает не пространство одного диска, а нескольких. Или чередующийся том, это аналог RAIDA 0. А также можно создавать зеркальный том. Это аналог RAIDA 1. То бишь, когда информация пишется на два жестких диска одновременно. Кстати, если говорить о бюджетном варианте резервного хранения, и потери, скажем так, чтобы не бояться потери данных, то можно использовать средства, встроенные в Windows, не только в северные операционные системы, но и в настольные, такую, как в Windows 10. И сегодня мы с вами чуть позже, правда, рассмотрим, как создавать такие виды интересных экзотических томов. Ну, а начнем мы с вами с рассмотра базовых функций. Итак, что мы можем сделать, если у нас отсутствуют разделы? Ну, прежде всего, мы раздел можем создать. Клацаем на свободное место создать простой том. Да, что я хочу показать, что у нас изначально, обратите внимание, только виден из проводника только диск C. Ну, и диск D, так как он является DVD-приводом. Вот, если мы сейчас создадим том, назначим букву E, жмем далее, отформатируем AntFS, вот, и нажмем готово, да, то у нас создастся том на весь жесткий диск, и этот том присвоится буквой E, и он будет виден из-под проводника. Вот, жмем на этот компьютер, и вот, пожалуйста, создался новый диск, с буковкой E, мы в него заходим, на него можно создавать папки, можно писать файлы, создать файли какой-нибудь, да, и так далее. Что еще мы можем делать, если у нас отсутствуют какие-либо разделы? Мы можем также менять режим хранения, вот, вернее, не режим хранения, а таблицу разделов. Из MBR преобразовать в GPT, из GPT преобразовать в MBR. Каким это образом можно делать? Опять-таки, клацаем по началу диска правой кнопкой и преобразовать в GPT. Это означает, что в данном случае диск у нас работает в режиме MBR. Нажимаем преобразовать в GPT, все, диск перевели в режим GPT. Сейчас таблица разделов, которая на нем установлена, уже GPT. Если мы сейчас клацаем правой кнопкой, то можем только преобразовать в MBR назад. Этот тоже сейчас в MBR, можем преобразовать его в GPT, например, да. Что же мы можем сделать, если у нас уже разбит диск на разделы? Вот, мы можем менять размер раздела. Как это делается? Клацаем по разделу и жмем «Сжать том». Запускается мастер и говорит, прописывает параметры. Общий размер до сжатия 1021, доступно для сжатия пространства 630 мегабайт, и раздел сжимаемого пространства 630 мегабайт. После сжатия будет 390. Мы нажимаем, давайте сожмем, да. Вот, и у нас сжимается том, и после этого, после этого у нас освобождается место. Так, смотрим. Этот компьютер. Вот уже у нас вместо одного гигабайта том-е равен 390 мегабайт. Мы можем создавать второй раздел, да. Опять-таки создать второй простой том, нажать «Далее», «Далее», «Присвоить букву F», нажать «Далее», «Отфронтировать FNTFS» и готово. И после этого у нас появится следующая буква и, собственно, следующий раздел, который уже будет ссылаться вот сюда. Так, смотрим из-под проводника, и у нас должно появиться в этот компьютер, вот, да, том-е и том-F. Вот они. Вот он-е и вот он-F. Дальше. Что мы можем сделать, если мы преобразовали, его преобразуем в динамический режим, да. Вот давайте это сделаем. Поудаляем все тома. Удалить том, да. Удалить том. И переведем его в динамический режим хранения. Вот сначала в GPT, а потом в динамический. Правой кнопкой «Преобразовать динамический». Тут, видите, можно сразу несколько дисков преобразовать. Диск 1, 2, 3, OK. Если мы преобразовали в динамический режим хранения, то у нас открываются новые виды томов, которые были недоступны в базовом режиме хранения. Например, составной том. Что это означает? Мы клацаем по свободному месту. «Создать составной том». Жмем «Далее». В основном томе пространство распределено не только на один жесткий диск, а на несколько. Мы выбираем слева, какие мы хотим диски использовать. Жмем «Далее». Присваивается буква «Е». Далее, далее. И готово. Вот. И что мы получаем в результате? Мы получаем одно логическое том. Один логический раздел с одной буквой присвоенной. Вот он. И площадь которого, объем которого равен сумме свободных мест трех жестких дисков. Вот смотрим у нас. Присвоился том «Е» с размером 2,89 гигабайта. То есть почти 3. То есть было взято свободное место трех жестких дисков по гигабайту. И создался на их свободном месте, на их пространстве, один раздел. И присвоился диска «Е». Что еще мы можем сделать, кроме составного тома? Удаляем. Правой кнопкой. Удалить том. Кроме составного тома можно создать чередующийся том. Что такое чередующийся том? Это аналог RAID 0. Напомню вкратце. RAID 0. Значит, это способ объединения жестких дисков в массив, при котором информация расщепляется на столько частей, сколько у нас дисков в нашем массиве. В данном случае, если у нас три диска, то информация расщепляется на три части. И первая часть пишется на первый диск, вторая на второй, третья на третий. И одновременно. При этом в RAID 0 мы выиграем в скорости и мы выиграем в объеме. Например, купили вы самый дорогой жесткий диск на 8, на 10, на 10 терабайт. Вам его мало. Можно его объединить в составной том, либо в чередующийся и получить 30 терабайт. Или, например, скорость у нас. Купили вы SSD SATA 3 с скоростью 550 МБ в секунду. Вам маловато этой скорости. Вы можете объединить его в чередующийся том и получить 1000 и даже больше МБ в секунду. Это будет реальная скорость чтения записи. Итак, чтобы создать чередующийся том, что мы делаем? Клацаем правой кнопкой. Создать чередующийся том. Далее выбираем жесткие диски, которые мы хотим добавить. Жмем Далее. Опять-таки назначаем букву, если надо. Например, H. Жмем Далее. Форматируем в NTFS. Жмем Далее. Готово. Так. Преобразуют выбранные в динамические. Да, пусть преобразовывают. Если мы не привели предварительно, значит, после удаления томов диски преобразуется в базовому тому, к базовому виду. Вот, если мы не перевели, то преобразуется автоматом. Так, смотрим. У нас появился новый том H, и он стал чередующимся. То есть, не только объем вырос в три раза, но и скорость выросла в три раза. Ну, это теоретически. Реальная скорость, конечно же, меньше. Потому что, все-таки, программная эмуляция, она не так хороша, как казалось бы. А прирост в три раза скорости даст только аппаратный рейд-контроллер, сделанный в виде отдельной платы. Ну, и, наконец, зеркальный том. Удаляем чередующийся том и создаем зеркальный том. В зеркальном томе у нас объем не увеличивается, скорость не увеличивается. Зато у нас появляется элемент надежности. Если жесткий диск поломается один, то информация у нас вся восстановится. Как это делается? Клацаем правой кнопкой, создать зеркальный том. Жмем далее. Выбираем жесткий диск, который мы хотим добавить. Тут единственное, что в зеркальном томе участвует только два диска. Три не может участвовать. Мы их выбрали. Жмем далее. Назначаем букву Е. Далее. Далее. Готово. И после этого у нас создается зеркальный том. При этом информация пишется на два диска и мы уже не боимся поломки аппаратной одного из жестких дисков. Данные сохранятся. Вот он зеркальный том. Смотрим. Этот компьютер. Вот он диском Е. Диск Е присвоился. Буква Е присвоилась. Ну и последнее, что мы рассмотрим, это технологию, взятую из файловой системы Unix-оподобных операционных систем. Там Linux, Android тот же самый, например, и MacOS, или iOS, или Unix, или FreeBSD. И все они используют понятие такое, как файловое дерево. И там можно накопитель с файлами подключать или монтировать, называется операция, в любую точку. Вот так вот эту технологию переняла у себя Microsoft. Вот. И тут есть такая опция, как подключить как пустую NTFS папку. Сейчас мы поудаляем разделы. Да. Поудаляем тома. И возьмем с вами, подключим. Вот. Первый диск, как пустую NTFS папку. Подключать ее будем. Подключать ее будем. Ну, к диску C. Чтобы было понятно. К диску C. Папку. Пусть будет PerfsLog. Да. Не, не хочет. Ну и пусть будет Windows. Вот. Мы здесь создадим. Да. Пусть будет папку Windows. Итак, что мы делаем. Мы берем правой кнопочкой. Создать простой том. Нажимаем. Жмем далее. Выбираем размер. Да. Далее. Значит, вместо того, чтобы присвоить букву, мы выбираем подключить том, как пустую NTFS папку. И жмем обзор. Куда мы хотим подключить. То есть, куда мы хотим примонтировать, как пустую NTFS папку. Мы договорились, что мы будем примонтировать к Windows. Addins. В Addins нажмем папочку новая папка. Давайте так. Три единицы. OK. Создать. И жмем далее. Форматируем в NTFS. Жмем далее. Готово. Вот. И что мы получаем? Мы получаем с точки зрения такой небольшой парадокс. Это означает, что если мы возьмем и рассмотрим наш... Мы клад с ним правой кнопкой. Значит, и рассмотрим, сколько места у нас свободного. Мы увидим, что у нас всего 39 гигабайт. Но в этих 39 гигабайтах, плюс к этим, вернее, 39 гигабайтам, есть специальная папочка в Program Files. Нет. В Windows. В Addins. Вот. Называется она. Три единицы. Которая ссылается на просто свободное место размером еще в 1 гигабайт. Пример может быть не очень хороший. Вот. Было бы интереснее, например, когда бы у нас бы заканчивалось бы место на диске C. И мы сразу могли бы еще бы 100 гигабайт подключить. Да. Но смысл в общем. То есть весь диск у нас CES 40 гигабайт. А есть в специальной папке Windows Addins ссылочка на свободное место еще в 100 гигабайт. Куда можно что-то положить. Пока у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. А в следующем видео я расскажу, как делать те же самые операции, которые здесь показал. Но с помощью командной строки. Для 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 con wild camping.